Стоимость стоит квартира в Гусеве. Вот эта вот часть очень нравится, этот реставрированный домик с балкончиками. У нас недавно как-то был в одном из видео спор, какой отдыхаем. Мы сегодня не одни, а с каналом Семья на море! В каком погода наша? Вот мы в городе Гусев. Это один из городов Калининградской области, который недооценен. И на данный момент он, я думаю, переживает новую жизнь, потому что полностью город реставрируется. И выглядит он сейчас очень-очень круто. Как раз-таки это мы вам покажем. И многие еще у нас спрашивают, где жить в области? Вот как раз-таки Гусев один из тех городов, которые я бы вам порекомендовал для жизни. А ты бы какой город для жизни выбрала в области? А, ну если не брать Калининград? Ну да. Я уже говорила, да, то что вот мне очень нравится Гусев здесь красиво. Гусев один из самых крупных городов области тоже, да, там, наряду с Черняховском, Советском. У него местоположение неплохое, потому что прямо здесь, рядышком, есть граница с Польшей. Прямо можно приехать отсюда в Европу. Гусев достаточно развитый город здесь. В принципе, школы, садики. Вот, пожалуйста, техникум. Есть все. Здесь действительно красиво. Здесь много достопримечательностей. Сейчас мы вам покажем. Сейчас в области у нас часто можно заметить такие туристические маршруты. В Гусеве тоже он есть. И здесь целых 18 достопримечательностей, которые есть в городе. Кстати, до войны город Гусев назывался Гумбинин. И каждый год сейчас под Гусевым проходит реконструкция гумбининского сражения. Это очень масштабное мероприятие. Кому интересен такой вид мероприятия, вы можете сюда приехать и посмотреть. Единственное, что очень-очень-очень большое скопление людей, поэтому нужно заранее планировать свою поехку. Сейчас Гусев действительно напоминает какой-то классный европейский город. Потому что, сами видите, домики потрясающие. Особенно вот этот. Мы тут раньше не прогуливались, решили вот сверху поворотки туда сделать. И я так понимаю, мы сделали это удачно. А вот так вот среди советских домиков на улице Железнодорожной сохранился один немецкий красивый дом. С четырехэтажный, с шикарными большими балконами. Конечно, архитектура очень сильно отличается. Но ведь не обязательно ходить туристическими маршрутами, чтобы посмотреть какие-то не только достопримечательности, но и, к примеру, старую европейскую архитектуру. Ну, интересно гулять по городу, как бы не по туристическому маршруту, потому что будешь идти, идти, и для тебя будет внезапностью, когда ты увидишь какую-то достопримечательницу. Это даже намного интереснее. Еще обязательно заслуживает внимание изображение, когда просто на стене дома, и тут прям целый комплекс. Такой вот ансамбль, да. Смотрите, на одном доме и еще на третьем. Классно. До Гусева добираться на машине примерно час двадцать. 112 километров от Калининграда. На автобусе примерно часок, я думаю, еще надо будет накинуть. Просто сходим, ну, я говорю, посмотри, сколько стоит квартира в Гусеве. Час двадцать от Калининграда. Сколько? Ну, трешка, две пятьсотки, 65 квадратов. Трешка, две пятьсотки, двушка. За полтора раза миллион восемьсотки такие цены. То есть двушка до двух миллионов стоит. Так что не обязательно жить в Калининграде. Можно жить в Гусеве, например. Цены на недвижимость в несколько раз. Одно из преимуществ Гусева, то, что он находится рядом с границей и польской, и литовской. Примерно и до той, до той границы 20-25 минут. Так что, если вам границы важны, то Гусеве вообще идеальное место. Еще один из плюсов – это потрясающая архитектура в городе. Очень много классных домов, которые вот сохранились вот в таком состоянии, довольно неплохом. Выглядят здорово и радуют глаз. Вот еще одно. Такое же, только больше в несколько раз. Это был Гусевский агропромышленный колледж, а сейчас мы выйдем к штабу дивизии. Тоже очень интересное здание и очень классная улица, на которой он расположен. Вот уже отсюда из-за деревьев виднеется башенка. Там на колокольне голуби тусуются. Видишь? Он сейчас будет бить в колокол. Здесь находится штаб дивизии. Ну так, отмечено так на карте. Здание просто потрясающе красивое. Правда, что оно вот серого цвета. Так бы, наверное, я бы его покрасила, сделала бы фасад. Потому что оно прям вот, архитектура впечатляет. И вся вот эта вот улочка, даже кафе называется, старый город. Смотрите, куда мы вышли. Ну здесь прям действительно ты находишься в Европе. Кстати, Гусев вообще имеет планировку европейского города. Он делится рекой Писа пополам на левый берег и правый берег. Новый город и старый город. Ну вот здесь прям ощущение такое есть, что это действительно в европейском городке. Я вам еще покажу. Ну вот это здание меня прям очень впечатляет. Эти колонны такие. Прямо до самого-до самого конца. Вот эта вот часть очень нравится. Этот реставрированный домик с балкончиками. Когда вот все выкрашено, выглядит все свеженькое, аккуратненькое. Глаз радуется. Больше всего в таких домах мне вот нравится оформление окон. Настолько детально все проработано. Ну и балкончики, конечно же, они прям праздничные. Церковь прекрасная, красивая. Чуть позже мы вам покажем главный большой храм в Гусеве на площади. Это вот, на мой взгляд, практически миниатюра его. Ну да. Он вроде бы отличается, но вот цветовая гамма и все вот детали очень похожи. Вообще, знаете, жить в таких местах... Так, здесь в городе есть. Давай на фоне другого человека. Я все-таки более подробно поинтересовалась квартирами в Гусеве. Ну, просто больше смотрю, обедление, описание тоже всяких. Все-таки жить в таких местах какая-то определенная романтика есть. Во-первых, если выбираете немецкий дом, старый, классный. Здесь вот я сейчас читаю. Высота потолков, друзья, 3,6 метра. Вы только вдумайтесь. Да, представь, сколько рулонов обоих уйдет. Ну, в этом плане, да. Но если там сделать красивый ремонт... Дело в том, что дом-то немецкий, дома теплые, газ подведен, современные котлы уже установлены. Ну, то есть, когда хозяева, да, сами заботятся о своей квартире. Огромные площади, все это очень красиво. Такая квартира стоит 3,950, 104 квадрата. Малоэтажный домик. Ну, вот прям очень интересный балкон шикарный. Вы знаете, вот с таким вот балконом красивым. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, то не подписываем. Для вас это клевое дело просто кликнуть. А для нас очень приятно. Не до всех, конечно, домиков дошли руки, так сказать. Но я думаю, в ближайшем будущем это исправят, потому что дома шикарные. Я вот такого рода дома очень люблю, когда красное с белым сочетается. Они прям выделяются. Они нарядные. Да, да. Ну, как нарядные. Вот это вроде тоже нарядный, да, дом? Но мне вот предыдущие намного больше нравятся. Еще 5-10 лет назад, приезжая в Гусев, можно было подумать, что за село. Ну, вот... Игорь, назад лет. Ну, Игорь, что ты у меня все испорчил? Ну, вот лет 10 назад приезжая... Ну, можно нормально? Ну, вот лет 10 назад приезжая в Гусев, можно было подумать, ну, не то что деревня, ну, такой какой-то город... Немножко заброшенный. Неухоженный, может быть, да. Сейчас его облагораживают. Сгораживают, заметил? Так, вот там напротив, желтый, насколько я помню, это ФОК. Насколько я помню. И здесь вот парковая территория. Здесь сейчас очень приятно прогуливаться. Там вот тренажерная уличная площадка, вот дальше есть. То есть все есть для комфортной жизни и есть чем заняться. А, один из плюсов еще Гусева забыл. Вот тут буквально в 10 минутах от нас Пештинецкий национальный парк находится. Одно из моих любимых мест в нашей области. Сегодня мы туда не попадем, но у нас есть прошлый выпуск. Обязательно посмотрите. Очень крутое место. Я думаю, в этом сезоне, осенью, еще прокатимся обязательно туда. В 2005 году Филиппов Сергей в дар городу изготовил такую вот Эфелеву башню. Теперь это тоже такая популярная фотозона. Здесь я люблю гусев. Буквы стоят, которые посвечиваются. И подкованную дачу. А вот та самая река Писа, которая делит город на старый и новый. Видите ли рыбалки? Это просто, мне кажется, рай. Выходишь из дома и сразу же на речку рыбаешь. Да, а здесь так намного тише, да, чем возле дороги. Такое место очень красивое. А еще, знаете, вообще в Калининградской области очень красивая осень. Всегда все вот прям в золотых листях. Вот здесь вот эти все деревья тоже. Представьте, скоро все пожелтеют. Будет, конечно, прям сказка, песня. У нас еще в некоторых других местах. Мы вам их обязательно покажем, потому что наше следующее путешествие будет куда? В город Советск. А чтобы его не пропустить, вы подпишитесь на канал. И потом обязательно увидите, если поставите колокольчик, вам придет уведомление. Главное, подходим к одной самой главной достопримечательности города Гусев. Это недостроенный мост. Да? Тут все уже сделали, а с мостом у них какие-то проблемы. Очень долго, к сожалению, очень долго делают мост. Хотя уже пора его открывать, по нему гулять. Время 15.00. Куранты Гусевские. Здорово. Новый год сразу вспоминается. Новый год, ура! Вот он, самый центр Гусева. Самое-самое красивое здесь место. Прям со всех почти ракурсов и сторон. Да? Да. Во-первых, здесь, конечно, потрясающей красоты храм. Он очень красивый. Один из самых красивых у нас в области. Во-вторых, здесь новейшая площадь, которая вся вымышена плиточкой, тоже очень-очень-очень красиво это все смотрится. Здесь же вот ратуша. Это правительственное здание, это было. Тоже все вписывается. И сюда. Ага. И вот здание напротив. Ну вот здание напротив, да, очень печальное. Ни к силу, ни к городу. А все остальное, конечно, выглядит шикарно. Особенно вон то здание, которое, по-моему, тоже реставрируется, наконец-таки. У нас недавно как-то был в одном из видео спор, какой храм красивее в Калининградской области. Жуляна говорил то, что в Багратионовске, а я говорил то, что в Гусеве. А как считаете вы? Мне кажется, этот понаряднее будет. Ну и в целом площадь вся тут такая прям шикарная, что стоят одни часы на этом здании. Вообще великолепно выглядит. Полгода назад мы приезжали и стояли леса, и мы думали, о, классно, скоро приедем, насладимся красотой этого крутого домика. Прошло полгода, леса стоят. А сейчас мы идем по главной Гусевской улице, называется Московская. Здесь есть, помимо крутых домов, даже торговый центр. Гусев. Гусев-сири-центр. Гусев-сири-центр, да. Там фонтанчик, улочки, кафешки. Торговые, да, по-другому. Ну вот сами видите, то, что тут каждый дом выглядит очень-очень достойно. Любители музея тоже не останутся без внимания. В Гусеве есть музей историко-краеведческий. Находится он центральный, на Московской улице, 36. Здесь вот такой небольшой сад есть. Ну вот как улочка выглядит. Единственный минус у нас, дома научились реставрировать, а вывески в стиль дома почему-то до сих пор не делают. И получается дом классный, красивый, сверху. Вниз смотришь, и это вывеска по глазам бьет. Я думаю, все должно быть в стиль. В Калининграде, по-моему, у нас на Ленинском проспекте стиль. Ну, взялись за это, да, уже. Угу. Европа вам. А жалко, что тебе нельзя. Точно Европа. Вот это да. В общем, мне Гусев теперь нравится. Раньше я его вообще как-то в каком-то туристическом плане не воспринимал. Он был абсолютно неинтересный. Подводя итог, могу сказать, что приезжая в Калининградскую область вниз. Не знаю, просто махал, чувак. Подводя итог, хочу сказать, что в Калининградскую область можно приезжать не только ради пляжей. Здесь потрясающие места на востоке нашей области приезжайте, отдыхайте и любуйтесь этой красоте. Мы сегодня отдыхаем в парк отеля Ангел. Давайте небольшой рум-тур сделаю. Мы уже весной здесь были, нам настолько понравилось, что мы решили... Да, кто смотрит наши видео уже знает, что нам полюбилось это место. Welcome. Шикарные апартаментики. Кроваточка. Обалденный вид должен быть. На поле, да. Русское поле. И, внимание, 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 внимание. Оба, джакузи. Апарт-отель находится примерно между Черняховском и между Гусевым. Вот есть отдельно домики, есть номера. Небольшой, небольшой здесь есть зоопарк даже. Места шикарные, я люблю вот такие архитектуры, сооружения, вот дровишки есть. Здесь скучно точно не будет, потому что есть напрокаты и велосипеды, и всякие квадроциклы, и даже на каное можно покататься. Можно пожарить шашлыки, можно их не жарить, сходить в ресторан, можно сплавиться по реке, можно стадить в баню, можно погладить козу. Там гуси ругаются. Мини-зоопарк вот для детей. Курицы, гуси, утки. Разогнал. Кролики. Козы, кролики, да. Привет. Классная территория, курочки бегают. И река, естественно. Главный козычек этого места, речка. Это река Анграфа, и на мой взгляд, это одна из самых живописных рек в нашей области, потому что она так извивается, так изгибается, мне кажется, как ни одна другая, очень красивая река. Также есть бани, естественно, вот она дальше, вот здесь. Там несколько бань есть. Пасека. Рыбалка. Щука, окунь, плотва и другие. И там есть дальше кемпинг-зона для кемпинга, и волейбольная площадка есть, и вот просто еще площадка детская есть. Дети есть. В общем, здесь очень много всего. Скучно точно не будет, и даже, мне кажется, суток мало, чтобы здесь круто время провести, да? из уток, из гусей. Субтитры создавал DimaTorzok так как Калининградская область небольшая, у нас таких вот баз отдыха немного. И вот это одна из немногих, которая мне очень понравилась, в которую мы вот периодически приезжаем, чего и вам советую. отдыхаем мы сегодня не одни, а с каналом Семья на море. Ну, расскажем, в реке, сегодня Семья у реки, да, потому что река. Рассказывай, Леш, что у нас сегодня будет на ужин? Ну, смотри, это наш волшебный чемоданчик. Что у нас есть? Ну, сколько жрать? Во-первых, у нас есть еще домашнее вино из Сочи. Сочинское. Конечно, обязательно. Отдых на природе без немецкого пива не обходится никогда. Да, при том, что мы в Европе находимся. Вообще не любая. Ну, и, конечно же, немецкие. Колбаски. что есть колбаски, шикарные. У нас сегодня колбасный вечер, да, получается? Сосисочная вечеринка. Процесс у нас пошел. Посмотрите, какая красота. Вот. Посмотрим, что с обратной стороны у нас уже начинается. Ну, немножечко уже кое-что есть. Как мясо? Второму дай. Одному, одному. Свинина. У нас колбаски и немножко свинины. Понравилось? Пусть она получилась? Она прям очень-очень мягкая. Дай, пусть там есть. ага. Смотри, какой саженый. У нас вторая партия, порция. Леш, Леш, Леш. Это будет в неудачный дубль пойдет. Ребят, сколько вы уже в Калининграде живете? Два с половиной месяца. Ну, как ощущения? Нормально, как будто отразились. Знаете, вот мы стали адаптироваться к любому месту. Вот мы приезжаем в Турцию, живем там месяц, мы уже ощущаем себя местными жителями. Турками. Да. Приехали в Калининград, мы, ну, неделя-две мы уже адаптировались, нам все классно, здорово, нашлись нужные магазины, где мы гуляем. Нас спрашивают, не скучаете ли по Сочи? А у меня такое ощущение, что я уже забыла, я уже забыла, как это было в Сочи. то есть, я вспоминаю, там, морюшка свое, там, вид из моего окошечка, вот, но, как-то, уже как будто, прошел целый год, и мы уже как-то варимся здесь. А как вам погода наша? Отличается? На данный момент, не отличается никак, потому что сейчас в Сочи такая же погода, как здесь. Нет, бывают вот эти карусели, что-то вчера, да-да-да, тут все так холодно, тут пошел. Это на самом деле классно, потому что организм, с головешкой болеет. Потому что когда в Сочи наступает жара, это конец мая, начало июня, и до конца сентября просто, ну, стоит 26-30. Все. Нет, конечно, сочинское лето, я вообще терпеть не могу, когда здесь была жара, тоже такая, когда уже эта жара пройдет, то есть, жаришка нам не нужна. Как со школой? Были сложности вот с переменой места жительства, школы для детей? Нет. Были проблемы с выбором жилья? Как быстро определились, как выбрали район, по каким критериям выбирали? Когда мы находились в Сочи, я мониторил рынок жилья в Калининграде, было огромное количество предложений, я даже их прозванивал, и находил собственников, находил риэлторов с существующими объектами, что в Сочи делают очень проблематично. В основном все это фонари, фейки, не настоящие объекты. Здесь же реальный объект существует, цены те же самые, то есть, настоящие. Ну, когда мы приехали в Калининград, оказалось, что те варианты, которые мы рассматривали, вживую выглядеть немножко иначе. То есть, на фотографиях, на Авито Саня так красиво, классно, как больше ближайшую инфраструктуру, понимая, что это немножко не то. Ну, и два варианта, которые мы рассматривали, реально покупки, они были проданы, ну, быстро очень. Мы приехали, их уже не было. Не успели назад. Но до нашей сделки прошло, ну, где-то чуть меньше месяца. То есть, мы целый месяц ездили по варианту, смотрели, определили объект. Считаю, что нам повезло в какой-то мере, потому что мы сейчас живем в районе верхнего, не живем, точнее, а купили квартиру в районе верхнего озера и стоимость за квадратный метр 60 тысяч рублей. Это практически невероятно сейчас, да, так найти. Я даже сказала, даже 50, там, 8 с половиной. Уникальная цена. По каким критериям именно выбирали жилье? Что? Весной доступности какие-то знаковые места, то есть, ну, верхнее озеро, да, нам нравится там гулять, естественно, там все рядом. Кёнигсбекер, Спар. Какие, вот вы прожили три месяца, какие именно минусы вы увидели в городе, заметили что-то такое? Какие-то вот, ну, дороги. Дороги, а что есть? Весной в Тюменью и Сочи дороги, центральные улицы, хорошие, трассы классные, а вот какие-то, ну, второстепенные улицы, там, конечно, да, то есть, ну, а что там, ямы? Мы ездили в Ульюс, к примеру, там этот элитный коттеджный поселок Санта-Барбара и Новый. Особняки стоят, да, 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 там просто ямы вот такие. Ну, а помимо дорог, что-то еще, может, цены там на шнепраницы? У нас там вершили, мы переезжали путешествовать, как-то. Не, ну, это временное явление. Ну, а может еще что-то, может, цены высокие показались на продукты, например, или в кафе. Продукты вообще. сервисом были. Кафе наоборот очень дешево. Кафе дешево, да. Потому что в Сочи было в два раза дороже. Может, сервисом в кафе, ресторанах были проблемы. По поводу цен в кафе. Сразу скажу, что дешевле. То есть, вот, на первый взгляд, кажется, когда в Сочи приезжаешь, вроде бы одинаковые цены. Но это не так. Когда ты идешь в хорошее место, которое пользуется спросом, у него хорошие отзывы, там будет ценник намного больше, чем здесь. Ну, мы тут ходили и в среднего качества, да, отзывы в кафе, и такие нормальные. И цены, в принципе, намного дешевле, чем в Сочи. Что касается сервиса, есть и хорошо, и плохо, но как будто не успевают. Я проблем не ощущаю, на самом деле. Да нет, есть местами, просто где-то там они не успевают, из-за того, что много людей, и так далее. То есть, есть какие-то нарекания. И еще что? Все время все занято. Мы сейчас выехали куда-то, мы нашли место. Вот, главный минус. Ну, реально, очень сложно в это попасть. Просто все забронировать. Здесь повезло, здесь в пятницу были места. А на озеро Мариново, Вештенец, там нет мест каждый выходной. Хотя находится в 100, почти в 200 километрах от Ленинграда. Это вообще обычно никто никогда не ездит. Ну да, да, да. Но это в этом сезоне. В этом сезоне проблема такая. Сезон. Продолжение следует...